Большое спасибо, профессор Калашник. Спасибо вам всем за то, что пришли сегодня сюда. Итак, сегодня мы поговорим о прочных материалах. Мы, когда создаем новые материалы, всегда говорим об их прочности. Итак, сегодня я поговорю о структурированных материалах. Мы часто выделяем структурированные материалы и функциональные материалы. Функциональные материалы используются в электронике и прочих областях. А сейчас мы поговорим о структурных материалах, которые можно использовать для различных инженерных компонентов, причем речь идет о самых больших масштабах в том числе. Итак, поговорим о структурных материалах, поговорим о том, как их оценивать. Для начала расскажу о двух очень-очень успешных материалах. Эти замечательные, успешные материалы — это стали. 1,4 миллиарда тонн стали производится каждый год. Новые виды стали появляются постоянно. И второе, о чем мы поговорим — это сеть. Это огромное количество таких сетей имеется по всему миру. Также поговорим о так называемых новых материалах — о графене. Поговорим о личных высказываниях на эту тему. Здесь вы видите публикацию Манчестера. Мы знаем, что два товарища из России получили Нобелевскую премию за то, что выделили однослойный графен. И вот вчера я с их сайта взял эту картинку. И смотрите, о чем там речь. Говорят, что графен в 200 раз прочнее стали. Кроме того, указано, что это очень жесткий материал. То есть жесткость — это способность поглощать энергию, не разрушаясь. То есть мы инженерные компоненты не создаем из нежестких материалов, потому что мы хотим, чтобы материалами возможность поглощать энергию, прежде чем разрушаться. Итак, это было сказано не раз в разных газетах, в новостях. Указывается, что графен 200 раз прочнее стали и что он очень-очень жесткий, просто необычайно жесткий. Сейчас мы посмотрим с вами и постараемся разобраться в том, на самом деле это так или нет. Здесь видите прекрасную фотографию. Это трубпровод, который укладывается в Китае с востока на запад. Технологии самые последние там используются. Сейчас я вам покажу прочность некоторых компонентов. Смотрите, здесь у нас кран непосредственно. У него прочность полтора гигапаскаля, 1500 мегапаскалей. Кран должен быть прочным, потому что он длинный. Поэтому он не должен быть очень тяжелым, потому что вес самого крана тоже может стать некой проблемой. Кроме того, у нас здесь есть тросы. Тросы имеют прочность где-то 3000 мегапаскалей или 3 гигапаскаля. И вот сам трубпровод. 500 мегапаскалей прочность. Нужно задаться вопросом, а почему у нас не все такое же прочное? Почему у нас не все имеет прочность в 3000 мегапаскалей? Зачем мы используем такие слабые материалы с прочностью всего 500 мегапаскалей? Ответ такой. Не нужно думать о материале только с точки зрения одного свойства. Нужно использовать самые разные свойства при производстве определенных компонентов. Это очень важный компонент. Там у нас газ будет идти под большим давлением. Если будет прорыв, тогда последствия будут самыми тяжелыми. Поэтому нужно также еще обеспечивать соединение сегментов трубы с тем, чтобы получился большой трубопровод. То есть материал должен быть еще подвержен сварке. То есть его нужно иметь возможность сваривать. Сталь производится, как правило, на очень высокотехнологичных производствах. При сварке нужно работать так, чтобы не ухудшать качество стали. Итак, получается, что нет смысла делать этот трубопровод из материала такой же прочности, как эти трассы. 3000 мегапаскалей, потому что сразу будет разрушиться материал при сварке. Трос не будут варить, а трубу будут варить. Поэтому при очень высокой прочности сразу разрушится этот материал. Итак, мы же сами видим, что нужно рассматривать две характеристики. Не только плотность, но и сваримость. Есть еще один очень важный для нас параметр. Когда мы говорим о трубе, нужно помнить, что если начинается трещина в одной из этих труб, которые находятся под давлением, и если у вас недостаточно жесткость, тогда на многие километры распределится эта трещина. Будет настоящая катастрофа. То есть идет развитие трещины, и все распространяется на километры эта трещина, если недостаточно жесткий материал. Огромные деньги тратят на тестирование этих труб, доводят их до разрыва. И в Сибири, например, проводят такие испытания, потому что тестируются в самых сложных условиях, где очень холодно. Очень дорогие испытания. Что мы делаем? Закупорим трубу и подвергаем ее высокому давлению, пока она не разорвется. Потому что мы не хотим, чтобы такой разрыв наблюдался уже непосредственно на месте. Это очень и очень опасно. Итак, мы с вами обсудили уже три свойства. Первая – прочность. Мы должны думать о свариваемости, о возможности соединять сегменты трубы. Это третья – особый тест на жесткость. А жесткость – это способность воспринимать напряжение. То есть даже если трещина происходит, она не должна очень быстро распространяться. Должно потребляться при этом распространении очень большое количество энергии. Здесь я взял данные по самым разным видам стали. Эта вся сталь доступна. Итак, у нас с вами видим прочность от 100 мегапаскалей до 5,5 гигапаскалей. Можно покупать такие виды стали. А здесь мы видим относительно удлинение при растяжении по этой, если по вертикали. Как видите, когда мы повышаем прочность материалов, снижается возможность эластичной деформации. Конечно, мы пытаемся сделать так, чтобы заполнить вот эти участки нашего графика, где будет и высокая прочность, и очень хорошая ковкость. Однако это не очень легко. При повышении прочности мы создаем такие материалы, которые не деформируются. При начале деформации до разрушения деформации запаса у нас не очень большой пластичности. Так, 3000 гигапаскалей берем, делаем из тоненьких ниточек канаты. И там у нас вопрос не жесткости. То есть вопрос не жесткости, потому что очень гибкие эти тросы. Все эти виды стали можно купить. Мы поэтому используем 1,4 миллиарда тонн этих сталей во всем мире. Существуют различные дополнительные характеристики, помимо удлинения. Очень многие из этих сталей используются для производства автомобилей. Знаем, да, что нужно придать какую-то форму стали, и при этом без каких-либо соединений, потому что соединения дорогие. То есть сложные формы создаются. То есть сначала плоская сталь, а потом идет формирование. То есть формовка тоже очень важный процесс. Для этого нужна сталь. Также используются стали для ракет. И еще один важный момент. Это сопротивление деформации. Еще один пример. Это подшипники. У вас дома есть где-то 300 подшипников. В велосипеде, в стиральной машине. Вот примерно 300 у вас подшипников в доме. Они тоже стальные. Итак, вращающиеся элементы. Здесь мы видим, что давление, как правило, здесь контактное давление. Это 2 гигапаскаля. Если мы подумаем о подшипнике, который используется в самолетах, там 25 тысяч оборотов в минуту. Режим работы подшипников. Представим, у нас 20 таких вращающихся элементов. Получается, что сталь получает полмиллиона пульсов в минуту. Причем каждый пульс в 2 гигапаскаля. Это очень-очень больно. Вы достали, скажем так. О чем речь? Вот представьте, вас бьют в лицо полмиллиона раз в минуту. И каждый раз прикладывают 2 гигапаскаля. Здесь характеристики нужные. Очень сильно отличаются от тех характеристик, которые нужны трубопроводу. Здесь нужно выдерживать постоянные воздействия. Постоянные такие удары и напряжения. Здесь мы говорим о том, что на поверхности у нас максимальное напряжение. И происходит усталость. Накапливается усталость от такого воздействия. Сначала внутри разрушается, а потом выходит на поверхность. Очень сложная такая характеристика. Чтобы выдержать такое напряжение, нужно очень хорошие свойства иметь. Выдерживать усталость. Итак, мы используем, понятно, характеристики сильно выше, чем 2 гигапаскалей. Здесь очень хорошо работают подшипники. Редко, когда у вас ломается подшипник в вашей стиральной машине. Кроме того, есть еще много других характеристик, о которых нужно думать, прежде чем утверждать, что у вас есть успешный материал для подшипников. Я уже говорил об усталости стали. То есть постоянное напряжение, которое мы чувствуем. Следующее. Твердость должна быть высокая, чтобы избежать пластичные деформации. Потому что подшипник – это очень маленький объект. И его поверхность должна быть гладкой. Кроме того, необходимо обеспечить жесткость. Если 20 000 у нас оборотов в минуту и ломается при этом подшипник, тогда и весь самолетный двигатель уходит из строя. Кроме того, водород. Нужно сопротивляться воздействию водорода. Водород проникнет в сталь при коррозии, при разложении влаги. И вот одна частица на миллион водорода может уменьшить значительно прочность и жесткость стали. То есть мы сейчас сделаем такие ловушки для водорода в стали. То есть если водород проникнет туда, он попадает в такую ловушку и не наносит никакого вреда. И, что важнее всего, вам нужна надежная сталь. Другими словами, вы знаете, что все, что вы производите, в конце концов сломается, правильно? То есть как у нас есть продолжительность жизни, так и у наших продуктов тоже есть какая-то продолжительность службы. Инженер говорит, так, хорошо, используем этот подшипник, допустим, 40 лет. И вероятность того, что он выйдет из строя, вот такая-то. Это надежность называется. Если ваш подшипник ломается через три года, через месяц, случайно, то это неприемлемо абсолютно. Вы должны оценить срок службы и дать вероятность выхода из строя определенно. То есть когда делаются большие ветряки для генерации энергии, там проблема в чем? Эти ветряки выходят из строя неожиданно, абсолютно они ненадежны. Сейчас мы делаем такие подшипники 4-метрового диаметра, которые тоже будут при этом надежны. Однако на этом история не заканчивается. Если все эти характеристики показать производителю подшипника, он скажет, не, нужно сначала, кажется, что этого недостаточно. Нужно сначала доказать, что можно это произвести. То есть можно ли это сформировать в определенную форму, форму кольца в случае подшипника. Также там будут различные виды воздействия, такие как ковка, выточка, воздействие. Также вопрос, насколько толерантна продукция к вариациям, потому что станки не бывают на 100% точными и так далее. Есть очень много разных характеристик. О чем речь? Когда создается новый какой-то материал и говорят вам только об одной характеристике, вы должны понимать, что это ерунда. Нужно понимать, какие компоненты будете производить и какие характеристики вам для этого нужны. Теперь давайте немножко подумаем о том, какая самая сильная сталь может быть, скажем так, какая самая прочная сталь. Нас интересуют две кристаллические структуры. Здесь кубическая, в большинстве сталь она присутствует вот такая. И при высоких температурах происходит такое кубическое выстраивание наших атомов железа. Итак, кубовая фаза. Это самая слабая фаза. Если я по направлению 1.0.0, будет самая слабая сталь. Если я сделаю прекрасный кристалл и у меня не будет никаких дефектов, чтобы создать бездефектный материал, кстати, это практически невозможно. Ну, давайте представим, что мы создали его, какая у нас может быть максимальная прочность. Вот если у нас идеальный материал. Итак, проводим расчеты. И в этой статье, и в других статьях есть такая информация. Если тянуть по направлению 1.0.0, то мы получаем максимальное напряжение где-то 14.5 гигапаскалей. То есть очень-очень высокая прочность. Почему начинается разрушение после, если мы дальше растягиваем материал? Потому что структура кристаллов становится нестабильной при расширении таком, при очень большом растяжении. Итак, кристаллические структуры стабильны, потому что имеют кубическую форму или какую-то другую форму. Если их вытягивать, они перестают быть кубическими, теряют стабильность. И здесь мы выходим на точку нестабильности таких кубических кристаллов. Так, почему до нуля потом у нас падает напряжение? Вот если у нас растяжение 0.3, тогда смотрите, почему напряжение на разрыв у нас до нуля снижается. Тоже интересная история. Давайте посмотрим на два таких кристалла. Смотри, можем нарисовать еще такую фигуру. То есть пока еще трансформации никаких фазовых мы не провели. Мы просто по-другому показали ту же кристаллическую структуру. Здесь мы говорим, ага, если здесь сдавливать, здесь намерно растягивать вот так, получится такая кубическая структура. Это так называемая деформация бейна, которая меняет эти структуры таким образом. Теперь давайте в обратную сторону это отмотаем. Я деформирую эту кубическую структуру и продолжаю ее деформировать по оси 1.0.0. Появляется такая другая кубическая структура. Мы видим, что напряжение практически нулевое. То есть это расслабленная структура астенита. Поэтому переходим через этот максимум. То есть здесь у нас получается, что нестабильность структуры BCC. Здесь мы создаем астениты, просто вытягивая их. Итак, здесь максимальное напряжение, которое мы можем получить из чистого нашего железа, будет 14,5 гигапаскалей. 14,5 гигапаскалей. Я хочу, чтобы вы запомнили эту величину. Запомните. Ян, вы тоже запомните. Пожалуйста, 14,5 гигапаскалей. В 1956 году это было сделано. Здесь мы видим статью 1956 года. Смотрите, мы выше на 14,5 гигапаскаль. Такую прочность при очень маленьких кристаллах. Если кристаллы маленькие, тогда вероятность того, что там будут дефекты, тоже снижается. То есть здесь не размер можно показать, а можно показать совершенство кристалла. Если мы производим кристалл, когда он наш маленький, он более совершенный, поэтому мы выходим практически на идеальную прочность железа в 14,5 гигапаскалей. Это было сделано в 1956 году. И, конечно, получается, что закону Хука уже эластическое напряжение не подчиняется, потому что у нас межатомный потенциал нелинейный. При растягивании атомов там силы нелинейно увеличиваются. Только при небольшом растяжении работает закон Хука, при небольшой деформации. Итак, я вам рассказал очень важные вещи, и мы знаем, что это важно. Причем знали мы об этом уже 50 лет назад, даже больше. То есть когда кристалл имеет некие дефекты, сильно снижается его прочность. То есть здесь мы видим сами, что мы выходим на уровне прочности 1,4 миллиарда тонн стали. 1,2 гигапаскалей нельзя изготавливать огромное количество материала без дефектов. Даже если у вас прекрасный процесс производства, нельзя этого сделать, потому что, сходя из законов термодинамики, есть некоторое равновесное количество дефектов в любом материале. Иначе диффузии через металлы не будет. Диффузия происходит как раз из-за того, что у вас есть дефекты. Точные дефекты, лишние пропуски и разные пограничные дефекты. Итак, это второе, что нужно запомнить. Если вы стремитесь к совершенству, тогда речь может идти только об очень маленьких частицах. Когда эти частицы становятся большими, тогда обязательно будут дефекты. Нравится вам это или нет, это будет. Не важно, какой вы там процесс производства выстраиваете. Здесь мы видим с вами изображение. Здесь каждая точка соответствует атому железа. Если мы с вами присмотримся, то сможем увидеть, что есть вот такие темные зоны. Это границы. Это границы между кристаллами. Потому что этот материал это сплав железа, который был очень сильно деформирован. То есть активная работа ведется в России, в Миссисо, в других местах. Там речь идет об очень высокой пластичной деформации. И очень сильная пластичная деформация приводит к тому, что мы уже не говорим больше о совершенстве. Мы уже вводим дефекты в материал с тем, чтобы его упрочнить. Потому что дефекты мешают движению атомов. То есть мы говорим о процессах пластичной деформации здесь. Итак, ваш материал не чувствителен уже к размеру. Это у нас график 1956 года. Здесь прочность кристалла падает при увеличении размера кристалла. Однако, если вы благодаря деформации получаете прочность, тогда получается, что уже размер не имеет значения. Потому что мы как раз используем дефекты для того, чтобы обеспечить прочность нашего материала. Конечно, минус в том, что ваш материал будет выглядеть в виде очень тоненьких пластинок или тонких проволочек. Потому что, если у нас нужен большой объект, то этот большой объект должен быть большим в трех измерениях. Так, показал я вам 5,5 гигапаскара у нас сила материала. Настолько это тонкий материал, что этот материал используется в женских чулках. И этот материал сильно тоньше, чем материал, который используется в носках мужских. То есть, огромные компоненты из такого материала сделать, конечно, невозможно. То есть, понятно, всегда, когда мы производим что-то, мы сталкиваемся с различными проблемами, компромиссами. Если мы говорим о тросах, пожалуйста, нам подходят проволочки. Это все нормально. Однако, сделать этот материал, использовать этот материал для производства подшипников не получится. Потому что проволочку в подшипник не обратишь. Итак, до появления графена у нас углерод использовался по-другому. То есть, мы начали с таких вот мячиков. Помните молекулу углерода C60? И несколько лет назад мы также получили углеродные нанотрубки. Что я вам хочу показать? Я хочу показать, какие мы уроки извлекли из предыдущих ипостаций углерода. То есть, у нас были нанотрубки и шары. Некоторые уроки извлечем и поговорим потом о графене. Итак, 130 гигапаскалей. Это у нас прочность нанотрубки из углерода. И эластический модуль эластичности составляет 1,2 терапаскалей. То есть, это просто мечта настоящая. Если бы у нас были такие материалы, у нас есть на самом деле такие материалы, у нас есть углеродные нанотрубки, тогда можно что сделать? Ну, можно создавать компоненты, которые просто невероятны. Ну, вот, например, смотрите, в каком журнале это было опубликовано. Акта Остронотика. То есть, космический журнал. Прежде чем говорить о этих 130 гигапаскалях, отмечу, что что касается углерода, люди рассчитали напряжение очень, так скажем, по-странному на самом деле. Необоснованно. Ну, например, игнорируется пространство внутри трубки. Углеродные нанотрубки. Если для железа то же самое сделать, тогда там тоже получится значительно больше прочность, потому что только 74% внутри кристалла железа заполнено. Итак, здесь не идет расчета, не учитывается толщина трубки. О чем речь? То есть, мы не учитываем весь объем трубки, а учитываем только толщину этой трубки, стенку. Встали, если бы мы то же самое провернули, тогда бы у нас получилось бы сильно больше прочность. То есть, здесь мы видим, что когда говорят об уровне прочности, здесь народ лукавит. Ну, давайте мы это пока проигнорируем. Предположим, что у нас на самом деле 130 гигапаскалей. Прочность. То есть, это связь углерода с углеродом. Оттуда такая прочность. Мы сами знаем, что много лет назад был такой товарищ в России, который сказал, что вместо того, чтобы ракеты запускать в космос, давайте сделаем лифт и будем кататься на лифте в космос. Вот нужно тысячекилометровый лифт сделать. Проблема в том, что данный трос должен сам себя удерживать. Нет такого материала. Но если у нас будет материал из 130 гигапаскалей, тогда можно сделать, на самом деле, лифт в космос. Такой трос можно будет, на самом деле, сделать с помощью такого материала. Итак, прочность 130 гигапаскалей и модуль 0,2 тирапаскалей. Замечательно. У нас очень жесткий трос. Понятно, что он должен быть очень жестким и прочным. Нам не нужна какая-то резинка здесь. Микрофон, пожалуйста, говорите, иначе переводчик ничего не слышит. Да, мы говорим об удельной, конечно же, об удельной прочности. Я вам уже говорил, что очень важная характеристика – это жесткость. Любая большая конструкция должна быть безопасной. Итак, углеродные нанотрубки. Они не обладают никакой жесткостью. Другими словами, они практически полностью подлежат эластичной деформации, происходит разрыв и возвращает. Мы таким образом приходим к деформации. Итак, если дать 130 гигапаскалей нанотрубке, тогда энергия будет больше, чем энергия динамита. Это накопится. Кроме того, модуль у нас тоже сильно больше – 1,2 тирапаскаля. Получается, что скорость волны детонации, вот скорость взрыва, так скажем, будет сильно больше. То есть, вот представьте, что вы едете в этом лифте, и вдруг происходит удар по этой углеродной нанотрубке, происходит взрыв. Понятно, что никакой безопасности тут мы гарантировать не можем. Итак, мы кое-что проигнорировали пока, а теперь мы к этому возвращаемся. Итак, люди не научились кое-чему, когда говорили о этих трубках. Смотрите, при увеличении длины куба уменьшается прочность, то есть слабее, чем сталь получается. Нельзя делать что-то в совершенном при увеличении объемов. Доходя из термодинамики, это невозможно. Это базовое уравнение, которое всем вам должно быть известно. У нас есть профессор по термодинамике. И если вы вдруг не знаете, он вам расскажет, что тут написано. Итак, понятно, что n – это количество дефектов, delta g – это стоимость в создании дефекта. Кроме того, есть еще и выгода при создании дефекта. Пустим, смотрите, у нас нет дефектов. Я беру, добавляю один дефект. Тогда можно этот дефект разместить в различных местах. И получается энтропия конфигурационная, и это способствует деформации. То есть, если мы учитываем, что за и против, получаем некое уравнивающее количество эффектов. То есть, одни эффекты за, другие и против. Получается некий разновес. Получается, что нет, нет у нас такой нанотрубки, которая увеличивает, которая превышает прочность стали. Это все было проигнорировано. Итак, в общем и целом. Если мы создаем очень сильную деформацию, тогда мы ограничим возможность применения, потому что форма материала будет определенной. И если прочность строится на совершенстве, тогда при увеличении масштабов никакой прочности не будет. Мы знали об этой форме уже давно. Ну вот создание пластинок графена, это очень очень было серьезно. Вот так выглядит графен. И можно создать трубку такую. История говорит, что графен это самый прочный материал в мире. Вот углеродные нанотрубки не настолько же прочные. То есть они уже 20 лет назад были. То есть увеличение прочности от перехода от нанотрубки к листочку графена никакой нет. То есть это просто связь углерода с углеродом. Это двухмерный кристалл. Я преподаю кристаллографию и рассказываю. С помощью пяти вариантов можно организовать регулярные паттерны атомов двухмерной плоскости. Потом можно перейти к трехмерным кристаллам. Знаете, вот довольно интересный момент. Вот так идет упорядочение атомов. И здесь вы видите единицу. Здесь мы с вами видим шестигранник. Здесь 120 градусов. И здесь два атома углерода на такую вот клеточку. То есть клеточки не примитивные здесь. Итак, нарисовали это черным и красным. Но на самом деле они все в одном плане представлены. Просто показываю, что окружение этого атома не такое, как окружение этого атома. То есть у нас по два атома на такую единицу. Как измеряется прочность графена? Будут небольшие образцы. Один микрометр на один микрометр. И потом с помощью индентера, с помощью микроскопа атома сильного мы можем это сделать. И мы можем смотреть, какая перекладывается сила и какое идет сопротивление до того, как мы пробьем этот слой графена. И здесь получается 130 гигапаскалей на слое графена. То же самое касается и нанотрубки, небольшой нанотрубки угородной. Однако здесь есть некоторые проблемы, заключающиеся в том, что мы концентрируем нагрузку вот здесь, под индентером. И напряжение там концентрируем. И получается, что разрушение не идет в другие области. То есть мы не говорим о тесте на растяжение здесь. На самом деле здесь мы тестируем прочность совсем по-другому. Мы фокусируем все напряжение в одном моменте. И при этом получаемые трещины не распространяются по другим областям. Смотрите, размер у нас 2 микрона квадратных. И когда эти результаты изначально были представлены, авторы очень честно указали. На самом деле все принципы научности были соблюдены. Было указано, что мы используем чистый графит. То есть графит без дефектов. Потому что очень-очень маленький был образец. Ну, конечно, если вы говорите, что это самый сильный материал, он сильнее, 200 раз прочнее, чем в железах. Понятно, что газетчики это подхватывают. И из этого начинают строить дома настоящие. Если мы проведем альтернативное испытание, возьмем графен и начнем его растягивать, тогда получатся совсем другие показатели прочности. Потому что все дефекты будут распространяться повсюду. И, конечно, это сделать очень сложно. Поэтому то, что я показываю, это не реалистично. Это модель графена на основе молекулярной динамики. Разные люди этим занимались. Вот смотрите. Уже один интересный момент. Это у нас полиокристаллический графен. То есть, когда мы делаем графен, он не обязательно в виде одного кристалла будет представлен. Могут быть границы. 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 Некоторые зерен и некоторые дефекты. Растягивают еще модели. Молекулярные динамики. Здесь получаем разрыв. Если используем другой тест. Не на растяжение, а индентер используем. А это при растяжении такого результата. То есть, мы одномерно растягиваем всю систему. Вот здесь происходит разрыв. Это очень-очень важно. О чем здесь речь? О том, что это хрупкий материал. Потому что, когда у нас трещина образуется, она очень быстро распространяется. То есть, если у меня такая сталь, в которой образовалась трещина, и она очень быстро распространяется после формирования, тогда эта сталь будет называться хрупкой сталью. Итак, графен – это не жесткий материал. Это хрупкий материал. Когда формируется трещина, она моментально распространяется. Итак, это небезопасный материал для конструирования, даже если вы будете производить его в больших объемах. Итак, еще был один момент неправильный у них на сайте Матчестерского университета. Так, первое. Они говорят, во-первых, у нас прочность не в 200 раз больше, чем у стали. Я вам говорил, что 130 гиппаскал – это измеряемая прочность. А это у нас идеальная прочность графена, а идеальная прочность стали 14,5. То есть, возьмем 130, разделим на 14,5, получится 10. То есть, 10 раз прочнее. В Матчестском университете просто не знают, как поделить 130 на 14,5. Считать не умеют. То есть, не в 200 раз прочнее и не супер жесткий этот материал. Вот у нас расчеты, о которых они забыли. Берем идеальную прочность графена 130 гиппаскалей и делим на идеальную прочность железа. Получаем 8,97. Вот 8,97 раз прочнее, чем сталь. Но, на самом деле, это двухмерный материал. Если его сделать толще, то уже будет не графен вовсе. То есть, можно… Вот есть некоторый журнал под названием «Углерод». Там решили определить, что такое графен. Потому что во многих статьях говорили о графене. А на самом деле, это был не графен. То есть, если собрать большое количество слоев, получится графит, а не графен. Поэтому как-то собирают, накладывают друг на друга слои графена специальным образом. Но, на самом деле, как указано на сайте Мачерского университета, это двухмерный материал. Поэтому говорить о напряжении неправильно здесь. То есть, мы говорим не о напряжении, мы говорим о ньютонах на метр, которые нам нужны для того, чтобы разорвать этот графен. Итак, что мы должны здесь делать? Мы должны это конвертировать в напряжение. Мы должны посмотреть на толщину слоев графена в графите. То есть, на самом деле, говорить вообще здесь о напряжении нельзя, потому что у нас двухмерный материал. Итак, мы также показали, что графен вовсе не в 200 раз прочнее стали. Даже если мы возьмем самые лучшие значения, которые есть по графену. Итак, если мы это масштабируем, конечно же, мы получаем дефекты. Дефекты бывают разные. Это вот классический дефект нанотрубок. У нас получается пятиугольники и семиугольники вместо шести угольников. То есть, там 5-7 таких связей углерод-углерод. Есть пустоты. И, на самом деле, там такая высокая энергия этих дефектов, что их можно просто убрать. То есть, можно провести термообработку и эти дефекты все убрать, в принципе. Но есть еще и границы между зернами, потому что вряд ли вы сможете один кристалл графена на большом субстрате вырастить. Потому что на субстрате атомы по-разному будут организовываться, получится поликристаллический графен. Здесь мы видим границы зерен, и некоторые из них касаются графена. Вот, смотрите, это очень интересно. Недавно 100-метровая пленка графена была создана. И там провели всю необходимую работу с тем, чтобы показать, что это однослойный графен. Конечно, графен на субстрате. То есть, они взяли медную пленку, потом этот графен нанесли на эту медную пленку с помощью специальной технологии. Потом на субстрат переложили. Дефекты совсем разные там получились. Микроскопические дефекты там были обнаружены. То есть, такие дефекты не дадут вам прочность 130 гепаскалей. Они не рассказывали об измерении прочности. Насколько я знаю, ни по какому графену большого объема не публикуются никакой информации по прочности. Я общался с представителем Мачесиевского университета. Объяснил им вот это все. Я сказала, ну хорошо, а мы везем графен и используем его в композитных материалах. В производстве композитных материал можно с помощью различных наполнителей его усилить. Итак, что мы получаем? Мы не получаем, на самом деле, такого усиления, к которому вообще стоит стремиться. Может быть, можно добавить просто сажу или графит, а не графен и получить то же самое. Смотрите, 40 мегапаскалей получается прочность. Не то, что прям очень. Итак, паутина. Пензи Грир в прошлом году выступал с этой лекцией перед российскими журналистами. Есть видео соответствующее. Я говорю, что эта сеть — это очень успешный материал. Выродная сеть — очень успешный материал, прочнее, чем сталь. Что у нас получается? У вас длинные молекулы, белковые, похожие на резину, то есть можно растягивать. Когда растягиваешь, получается пружина некоторая, очень большая эластичность. При этом там есть кристаллы, похожие на композиты, что обеспечивает вам жесткость при высоком напряжении. Как было сказано, там нет усадки. Там постепенно эта энергия вся абсорбируется сетью. Материал очень интересный. Итак, 700 мегапаскалей, однако плотность у нас очень-очень низкая. Вот если посмотрим с вами удельную прочность, говорится, что удельная прочность в 6 раз выше, чем прочность стали. При такой же прочности на растяжение. Ну, зачем так сравнивать? Можно же сталь получить с удельной прочностью такой же, как эта паутина. Здесь, смотрите, удельная плотность 5,38 мегапаскалей на грамм на кубический сантиметр. Удельная прочность – это прочность, анализованная по плотности. Итак, прочность на растяжение той проволочки, которую я вам показал. Это проволочка, которая была тоньше, чем волокна в чулках. Смотрите, здесь прочность на растяжение по сайферу была 5500, что еще больше, чем у этой паутины. То есть при нормализации плотности получается прочность выше. В этой статье, которая предназначена для преподавания, также говорят о жесткости. Итак, жесткость для них – это что? Это область под этой кривой. То есть это энергия, которая накапливается, когда насекомое бьется о паутину. То есть умножаем на 0,3 700 мегапаскалей и получается 105 мегаджулей на кубический метр поглощенной энергии. Профессор Блэктус сидит, он занимался стадами. Высокомагнием. Получается пластичность очень-очень высокая. Проводим расчеты. Получается тоже 500 мегаджулей на кубический метр. То есть получается, что не прочнее, чем сталь у нас – это паутина. Итак, о чем я здесь говорю? Я не занимаюсь пропагандой стали. Может так показаться, на самом деле это не так. Но когда мы учим студентов, мы должны быть очень осторожными, когда мы говорим о конкретных материалах. Получается 1200 мегапаскалей где-то. Да, вы правы. Хорошо, справедливые замечания. Жалко, что не микрофон. Итак, вывод. Графен в лучшем случае в 10 раз прочнее стали на микронном уровне. Кроме того, нет фактов, подтверждающих, что при увеличении размеров прочность сохраняется. И в соответствии с законом терминамики это не так. Кроме того, графен – это хрупкий материал. Если вы нагрузку даете однородную, тогда сразу происходит трещина и полный разрыв. Кроме того, по-разному идет связь в графене и в металле. В металлах можно слои атомов перемещать и не терять связь. Потому что связь идет через весь материал. Электроны там находятся. Они этому способствуют. То есть можно обеспечить большую пластичность, упругость и благодаря этому поглощение энергии и безопасность. Ковалентные связи углеродные при разрыве, как правило, не воссоздаются. Поэтому пластичность отсутствует, когда у нас ломаются ковалентные связи. Поэтому энергия поглощается в небольшом количестве. Поэтому это хрупкий материал, непригодный для конструирования. Это мой велосипед. Вот это я. Мы готовились к 140-километровому прогону из Оксфорда в Кембридж. Я не очень сильный парень, но я могу очень легко поднять этот велосипед из углеродного волокна. Понятно, сталь там тоже есть, но углеродное волокно используется для производства рамы. Это очень хороший материал, создают такие цепочки атомов определенных. Вот это углеродное волокно. И многие самолеты, в которых сейчас летаем, состоят из таких композитов из углеволокна. Очень успешный материал. Ко мне обратились представители журнала, посвященного велосипедам. И спросили, а будем мы из графена делать такие рамы велосипедные? И я репортеру сказал, графен это двухмерный материал. Вот представим. Берем, делаем из одного слоя графена руль. Вот такое нужно будет напряжение с тем, чтобы обеспечить нестабильность. Так вот в ручке. Причем примерные расчеты, потому что графена анизотропный и так далее. Но примерно так мы должны были попасть. Здесь у нас модуль эластичности. Здесь мы видим толщину слоя графена. Это радиус нашей трубы для руля. И коэффициент пуассона. Вставляем определенные показатели. И получается, что прочность будет такой маленькой. 3500 паскалей. Не мега паскалей, а паскалей. При этом где-то 3000 мега паскалей. Это вот показатель для углеродного волокна. Здесь получается, здесь прочность сильно меньше. То есть я не буду покупать велосипед, у которого руль изготовлен из двухмерного материала. Никогда. Итак, паутина годится для паутины, для сетей. Мы можем найти сталь с более высокой удельной прочностью. Однако это новая область низкоплотных сталей. Вот о чем здесь еще речь. Мы низкоплотные стали можем производить, добавляя к стали алюминий. Это приводит к расширению. И понятно, что атомное число у алюминия меньше, чем у железа. Здесь мы можем снизить плотность. В общем, решетка, как видим, расширяется здесь. Здесь вы видите точечки. Вот здесь и вот здесь. Это низкоплотные стали, у которых плотность на 5% меньше, чем у обычного железа. Кажется, что 5% это немного, но на самом деле если сделать 10%, тогда алюминий не нужен будет с точки зрения удельной прочности, за исключением применения в сплавах с железом. Вчера я получил прекрасную фотографию, показывающую, что вот эту сталь производят в Китае на Бао стиль. Это низкоплотная сталь, большие бобины накатывают ее. И вот недавно в Южной Корее сообщили, что на 16% плотность меньше, чем у железа. Там сталь такую получили. Не обязательно это уже сейчас производится в коммерческих масштабах, но в любом случае там на 16% меньше плотность. В журнале Nature была опубликована соответствующая статья. На этом я заканчиваю свое выступление и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста, микрофоны, потому что иначе переводчик не может переводить. Вот когда вы сравнивали прочность стали и графена, то в числителе стояла прочность для вишкерсов 14,5 мегапаскалей. А в знаменателе вы сказали, что это несколько слоев. Это поликристалл. Насколько корректно такое сравнение, когда один раз это монокристалл вишкерс и поликристалл графена. Не нужно ли сравнивать тогда и одну пленку, прочность одной пленки единственной графена с вишкерсом, или сравнивать тогда с поликристаллом железа? Да. На самом деле 130 гигапаскалей, числитель, это для одного слоя графена, не для поликристалла. 130 гигапаскалей — это то, что можно получить только на одном слое. На одном слое. Микрофон, пожалуйста. Дайте Яну микрофон. Спасибо. Мне очень понравилось ваше выступление. Вы говорили о разнице в хрупкости графена. Для меня это было очень интересно. Давайте представим сами, что у вас, например, в прекрасном, вот в идеальном вакууме вы разламываете графен, а потом собираете графен вместе. Я думаю, что связи могут восстановиться. Скажите, почему связи не восстанавливаются? В металлах пластичность связана с тем, что восстанавливаются опять связи. Скажите, а графен, он как, в чем дело? В том, что он не защищен от воздействия окружающей среды. То есть, если взять металлы, то тоже разрыв там, разрывы будет окисленный и не будет восстановления. То есть, почему не восстанавливаются связи? Почему? Из-за того, что уровень свободы там недостаточный. Спасибо за вопрос. Вернемся к слайду. Я вот здесь вот говорил, что можно убрать эти дефекты. Дефекты Стоунвейлза. То есть, меняются связи углеродные, углерод-углерод. То есть, это сделать можно, но когда вы вытягиваете, вы их растягиваете. Другими словами, когда происходит разрыв связи, вы как бы разрываете связи, в разные стороны их тянете. Поэтому они не восстанавливаются даже в идеальном вакууме. То есть, мы слишком увеличиваете расстояние. Если бы было больше графена там, тогда можно было бы реализовать эти связи. Это был бы уже другой рассказ совсем. Да, конечно. Еще вопросы, пожалуйста. Мы оставляем надежды достигнуть свойств графена на объемных материалах. Ну, а все-таки какие вы считаете наиболее перспективные направления по повышению прочности стали, ну, стали, допустим, или других объемных материалов. Итак, если я понял ваш вопрос правильно, вас интересует то, как можно повысить прочность графена и стали, да? Правильно понял, нет? А, только стали. Хорошо. Итак, нельзя концентрироваться только на одной характеристике, на одном свойстве. Можно сказать так, мы производим такие-то компоненты, нам нужна такая-то прочность, и нам нужна такая-то жесткость, такое-то сопротивление к коррозии и так далее. То есть нужно конкретно указать весь набор этих характеристик. Если мы говорим только о прочности, ничего не получится, потому что завтра я смогу вам сделать поликоинсталированную сталь с прочностью 10 мегапаскалей. Но это будет очень хрупкая сталь, абсолютно бесполезная. У меня есть вопрос. Почему паутина? Можно взять какие-нибудь высокопрочные полимеры, полиэтилен, полирамид. Там прочность 4-5 гигапаскалей. Да, вы правы. Есть много успешных материалов, раминовые волокна и так далее. Тут проблем никаких. Проблема в чем? В том, что люди говорят, понимаете ли. И вот этому учат студентов и политиков. Ну что, закрываем Манчестерский университет? Да, нет, нет. Если вернуться к тому, что я обсуждал с Манчестерским университетом, я сказал, да, нужно, конечно, в графен вкладывать деньги, в графен, но не делать таких вот заявлений. Гарри, очень хорошая лекция для материаловедов. И здесь вы рассказали о разных новых материалах, сравнили эти материалы. Замечательно. Но это, опять-таки, подход материаловеда. Иногда бывает такая ситуация. Мы не производим материалы ради самих материалов. Мы их производим для конкретных задач. И если вы скажете, что есть баланс свойств, что необходимо учитывать, как раз применение. И один из важных очень моментов – это вот самолеты, машины, потому что вес. Вот вес тоже важная очень вещь. И потребление энергии при обслуживании. Вот как вы думаете, а что можно было бы рассказать при учете этих легких конструкций? Как нам массу и вес здесь сводить? Как у нас? Хорошо тут все? Или же мы уступаем усиленным композитам и так далее? Очень хороший комментарий. Вот, допустим, у нас нет никакого транспорта. Вот, допустим, сегодня нет, а завтра у нас придумывается машина. Можно делать маленькие машины все из композитных материалов. Потому что, если эти машины ударятся друг о дружку, все будет нормально. Если маленькие машинки с друг другом сталкиваются – ничего страшного. Однако у нас ситуация другая. У нас есть большие машинки, маленькие машинки. Поэтому нам нужно защитить пассажиров при аварии. А что значит? Значит, что у нас происходит увеличение, а не уменьшение веса автомобилей. Да, если все будет автоматизировано. Google говорит, что меньше будет аварий. Понятно, что там небольшое количество у них образцов участвовало в экспериментах. Что касается самолетов. Там уже композитные самолеты строятся. На самом деле, там это регулируется, это очень осторожно. Потому что самолеты летают на большом расстоянии друг от друга. Я не… Вот вы видели, наверное, да, Google автомобиль? Вот. Я бы не хотел на Google машине кататься рядышком с большими грузовиками. Спасибо за ваш подробный рассказ о нанотрубках. Расскажите, пожалуйста, о лифте. Дополнительную информацию по лифту можете представить? Да. Вот смотрите, есть тут у нас ссылочка. Эта презентация будет вам доступна. И там, когда я говорил о прочности 130 гипоскалей, помните, я ссылочку показал на журнал «Эктоастронотика». Там провели расчеты того, сможет ли углеродная трубка на 136 тысяч километров протянуться. То есть инженерные расчеты проведены в этой области. Спасибо. Пожалуйста. Хотела бы еще кое-что сказать. Есть прекрасное видео по поводу этого лифта космического на TED, знаете? Сайт такой есть TED. Микрофон, пожалуйста. Я изучала информацию, говорю, что сейчас технология разрабатывается. Используют углеродные нанотрубки. Вы об этом очень хорошо все рассказали. Хорошо, давайте что-то хорошее скажу об углеродных нанотрубках. Что касается структурных применений. Вряд ли что-то там получится. Потому что углеродное волокно очень хорошо себя показывает уже. В Кембридже сделали такой процесс, который обеспечил создание очень длинных углеродных нанотрубок. И добились на самом деле очень многого в создании таких электросиловых кабелей из этих углеродных трубок. Даже компания есть, которая занимается этим. Вот представьте, взять самолеты и металлические все кабели поменять на нанотрубки углеродные. Длинные такие трубки. Это сэкономит очень сильно нам на весе. Да, не функциональные. Вашу прекрасную презентацию. Я не специалист по физике прочности, поэтому для меня было очень интересно узнать в перспективах конструкционных материалов. Исходя из ваших выводов следует, что возлагать надежды в области конструкционных материалов на новый, на графен или на паутину не приходится. То есть сталь по-прежнему была и останется основным конструкционным материалом. Тогда скажите, с точки зрения вот этих космических лифтов, существующие возможности повышения свойств позволяют получить такой материал из стали на основе железа, который мог бы удовлетворить требованиям по прочности? Что касается лифта, слишком высокая плотность. Не сможет 36 тысяч километров протянуться эта стальная конструкция. Качественный скачок в развитии физики конструкционных материалов. То есть без использования каких-то новых физических принципов, то есть комплексного воздействия, улучшить, радикально улучшить свойства конструкционных материалов уже не удастся. И тот график, который был, это тот предел, который Господь Бог уже установил для этих материалов по прочности. Предел, установленный Богом, хорошая фраза и заставила меня улыбнуться. Еще вопросы имеются? Ну, хорошо. Благодарим нашего спикера, профессора Гарри Бхадеша. Спасибо. Хочу сфотографироваться. Не расходитесь, пожалуйста, сейчас я с вами сфотографируюсь. Так, против никто не выступил, фотографируемся. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо.